Добрый день! Для разнообразия мы на русском поговорим. Так как у нас время мало для какой-то более смысленной беседы, сделаем так, Дима. Поэтому я выскажу одно свое мнение, потом спрошу твое мнение по одному вопросу. И если останется время, то задам еще второй вопрос. Так как мы оба любим говорить с Димой, только у нас время совсем не останется. Так мы с Димой почему здесь? Потому что, ну кроме что мы интересные люди, и нам есть что сказать, но мы еще и работаем вместе над одном исследовательским проектом, который в рамках нашей полевые исследования в гараже. Это такая довольно невидимая программа, но одна из самых, я бы сказала, интересных, которые у нас есть в музее, где мы выступаем немножко, мы, конечно, не академическая институция, но мы немножко выступаем как академический, как вуз какой-то, да, который какие-то проводит такие награни между художественные и академические исследованиями. Меня, Дима, все время как-то не отпускает мысль, что мы все-таки в этой программе занимаемся чем-то очень важным. И может быть из-за этого как бы название выставки достаточно амбициозное, называется «Освободить знания». В чем, я чуть-чуть расскажу, чуть-чуть вкратце про полевых исследований и почему мы вообще что-то здесь освобождаем. Вкратце, эта программа мы создали в 2013 году и с целью как бы приглашать людей, на данном том моменте это было большинство иностранных исследователей, большинство это художники и кураторы, которые приезжали в Россию и чтобы исследовать то ли забытые, то ли малоизвестные как бы события или персонажи из истории русской культуры. После, уже мы сейчас в 2017 году, прошло несколько лет, у нас был уже достаточно какой-то опыт и могу сказать, что процесс, конечно, достаточно сложный, особенно в контексте России, где много из институций, в которых пытались попасть наши исследователи, где они пытались нарыть какие-то материалы, и, конечно, казались то ли закрытыми, то ли им не давали доступ, то ли сомневались как бы в роли художника, как того странное какое-то существо, которое не профессионал, в Викне как бы глаза, которые как бы что-то хочет узнать, но они не понимают, что конкретно, зачем это все узнавать и вот эти, поднимать все эти исторические материалы. И часто мы сталкивались с том, что надо было объяснять, что нас исследовали дети не шпионы, это не какие-то странные агенты, и вот, и в том плане для меня вот выставка, ну, название выставки «Освободить знания» это как раз то, что очень важно в данный момент, мне кажется, в развитии политической и социальной истории в России, открыть, дать доступ, во-первых, в каких материалах, которые, как мы все знаем, знания все-таки это гораздо опасная вещь. И мы как-то, ну, я так понимаю, это «Освободить знания», вот, освобождаем как-то его вот от этих закрытых, очень консервативных, достаточно монотонные, как бы не очень, ну, да, не очень как бы открытые институции. Но еще у меня одно, это мое личное, как бы, мнение, я считаю, что мы тоже освобождаем знания в процессе перехода из архива в художественное произведение, то есть мы освобождаем знания от его привязанности к правду. И вот здесь мой твой вопрос к тебе, во-первых, как ты видишь отношения между архивом художественного исследования и художественной работы, да, вот этот процесс, можешь оставить, как бы, вот эту связь с правдой, но если тебе это интересно, тоже, как бы, порассуждать. И что для тебя вообще в этом процессе, есть ли освобождение знаний, где оно происходит? А еще, как бы, у Димы и у группы «Что делать?» есть такая замечательная практика, теорию и практику связывать вместе. И у них есть свой собственный ДК в Питере, ДК Розы, где они, как бы, на практике исследуют все теоретические, как бы, размышления, которые они ведут, что очень тоже для них важно, да. Ну, Дима, тебе слово. Спасибо, Снежана, очень приятно продолжать с тобой долгий диалог. И на самом деле вот эта связка архива, исследования и художественных практик, это очень интересная цепочка, очень неоднозначная. То есть, с одной стороны, ее очень легко упростить. То есть, понятно, все, что делает художник, в какой-то момент с какой-то ракурса мы можем интерпретировать как исследование. Ну, то есть, собственно говоря, художник живет, он спит, он общается. Это, в общем, всегда является процессом какого-то исследования. Кому нравится это слово из более академической практики, но оно вполне легитимно. И, естественно, что исследование исследование в своих процессах ведет к накоплению какого-то архива. То есть, художник всегда что-то собирает, он совершает какие-то акции, какие-то действия, в результате чего коплится какой-то материал, люди бесконечно что-то пишут в блокнотах, там какие-то возникают заметки, происходит документирование, то есть, снимаются часы каких-то интервью, каких-то непонятных вещей. И когда художник это делает, он не всегда даже знает, зачем он это делает, в этом есть какое-то интуитивное влечение к чему-то. А дальше начинается, собственно говоря, самое интересное. Дальше начинается момент то, что по-английски называется signature, то есть подпись. То есть, художник переводит материалы, исследования архива уже в публичное пространство, вот как Давид выступал, и, собственно, в этот момент возникает произведение. Но очевидно, что произведение возникает из очень малой микродоли того, что художником накоплено. И дальше начинается другая история. Художник умирает или бросает работу, коллективы распадаются. И дальше приходят исследователи, которые начинают охотиться за тем, что не имеет вот этой вот сигничи. И что с этим делать? Потому что, на самом деле, выставление каких-то вот неподписанных вещей является уже другим артистическим актом, который производит институция, или куратор, или архив. И вот в этом каком-то очень странном таком ситуации возникает очень много всего интересного. Но, возвращаясь вот к нашей проблеме знания, истины, правды, и то, чем мы занимаемся, и еще момент, всегда мы пользуемся какими-то словами, за которыми, может быть, стоят очень разные понятия. То есть вот на самом деле мы пользуемся словом исследования, а это может быть очень широкий спектр. Поэтому всегда немножко лучше конкретизировать. И вот, скажем, я вот буду участвовать вот в школе гаража в декабре, где основной такой темой будет скорее militant research, то есть такие активистские, даже не знаю, слово militant имеет большую проблему с переводом на русский язык. Вот. В английском это довольно всем уже все понятно, а по-русски даже я всегда настаиваю, что надо militantные переводить, кстати, потому что нет аналога. И здесь, вот для нас, скажем, я как пример такого, как бы, другого еретического подхода активистского к исследованию, значит, что такое исследовать ДК? Открыть свой ДК. То есть вот только так ты можешь предвести исследование и понять, как вот эти пыльные, замшелые, консервативные модели что в них ценного, что может работать, что не будет работать. И вот для нас, это как-то вот в конце упомянуло, это действительно является сейчас такой очень актуальной практикой. Я вот, кстати, привез потом, кто хочет, может получить газетку, ну, она уже давно вышла на русском и на английском, «Дома культуры» вчера, сегодня, завтра. А по поводу вот программы гаража вот вашего, вот этого вот исследования, тут вот действительно вот переход одного в другой. Поэтому у нас такой вот очень частый спор, где мы останавливаемся. Вот условно говоря, вот если ты меня спросишь, является ли наша работа, которая будет вот здесь, по-моему, вот в этом вот квадратике, вот всего, с понедельника начнут строить, является это художественное произведение? Вы как бы подписываетесь, как что делать? Я не знаю. Если мне кто-то скажет, «Ребята, вы делаете плохое искусство», я скажу, «I don't care». Мне не волнует, искусство это или нет. И в этот момент, когда художника перестает это волновать, ну, плохое мы как бы отодвигаем, а это нон-арт. И из нон-арта может очень много чего следовать. Ну, как всегда было в модернизме. Ничего особенного тут нет. И вот здесь вот как бы для меня вот тоже это не произведение. В него вовлечены кучи других исследований. Они обладают своей какой-то agency, своей какой-то субъективностью. То есть для нас это отчасти какой-то кураторский проект. То есть такая еще иерархия. Для вас кураторский проект, но и для нас, потому что мы организуем материал со множеством соисследователей. Здесь возникает какая-то новая форма бытования каких-то практик, которым, собственно говоря, может быть и не требуют перевода. Потом, может быть, мы сделаем какое-то произведение. На самом деле, если ты помнишь, мы делаем проекты активистские клубы уже там больше 10 лет. И в них есть сигничи, в них есть подпись. То есть это действительно как мы, что мы показываем. Это очень авторская вещь. Хотя в то же время вот сейчас в Берлине открывается это как бы тейк-эвэй. То есть мы даем как бы чертежи, наполнением занимаются другие люди. Тоже окей. Может быть. Ну, так я понимаю, чтобы еще чуть-чуть пояснить, что делать в рамках полевых исследований, проводят такое масштабное исследование по генеалогии ДК по всей России и еще не только в России, в Эстонии, Белоруссии, мне кажется. Бывшее советское пространство. И они это делают с 14 разных исследователей, много из которых бывшие выпускники школы. Почти исключительно. Почти исключительно. Что как бы, мне кажется, совсем в духе то, что делают, что делают. И как бы вот эта вера в коллективные работы. Здесь, да, как бы Дима упомянул интересный момент в том, что архив в один момент, он всегда бесконечно, можно сказать, существует около художника, да. То есть художник по своей, по природе, то, что он делает, как бы он создает, активирует и постоянно как-то находится в каком-то своем архиве, из которого выходит или нет какая-то художественная работа. Я так понимаю, да? Но тогда, что, как выставлять не искусство, да? Это уже как бы приходит к том, что мы сталкиваемся, как бы, организуя вот такие выставки на базе исследовательских проектов. И мы постоянно, нам приходится вот как раз вот эта тонкая грань между то, как является то, что мы выставляем архивным материалом, или это уже переработанная художественная работа. Мы, конечно, это все решаем в диалоге с художниками. И, конечно, мне кажется, вот эта signature, о которой ты говоришь, происходит очень по-простому способу. То есть, если художник сказал, что это художественная работа, то она и является художественной работой. Так же самое, как и художник является художником, потому что он сам сказал, что он художник. Как бы не важно, что. Но вот ты сам сказал, что как бы ты не очень, ты не очень уверен, ну, это как бы, это не художественная работа, это как бы исследовательский материал, который как бы представлен вами, еще не только вами, а через вами еще как бы и других исследователей. И кураторская работа, что, мне кажется, как бы не раздельно для того, что вы, ну, ваши как-то философии и то, что вы делаете из ДК. Ну, сейчас вообще разница между кураторской и артистической практикой практически исчезла. После последней документы. Ну, скажи, ну, вот возвращаясь к освобождению знания. Вот этот вот момент вот освобождения знания, он, конечно, очень освобождаем от пут, но вот ты упомянула как бы одну из таких очень важных моментов, что какая-то информация является закрытой. Окей. То есть мы как бы пускаем туда прожектор, извлекаем это на свет и говорим, вот эта информация из недоступной становится доступной. Она цифруется, она открывается, с нее снимается копирайт, что очень важно. Вот. Но есть ли это акт освобождения? Для меня это скорее акт такой просто transparency. То есть вот как бы вот еще как бы в постколониальных практиках вот приходят западные исследователи и очень часто видят вот тут темнота, а вот мы прожектор сюда направляем оба и всех все видно, можно всех заархивировать, нанизать на такие булавочки и тем самым какая-то зона непрозрачность становится прозрачной. На самом деле в этой процедуре есть диалектика. На самом деле очень важно, что некоторые зоны остаются тайной. И вот это давление вот этой тайной непрозрачности, оно, мне кажется, в искусстве очень важным. Почему вот иногда вот у художников вот иногда кажется, что лучше какие-то вещи просто уничтожать или просто не открывать. Вот скажем, мы делаем тайм-капсулы, вот в некоторых тайм-капсулах люди знают, мы открываем, что внутри, а в некоторых это является тайной, никто не знает, что там внутри. И мне кажется, тоже такая вот художественная игра с прозрачностью и непрозрачности, она проницаемость и непроницаемость, она вот очень важна также вот как с переводами. Сейчас все больше и больше людей как бы очень не хочет, чтобы их архивировали. В этом есть какая-то опасность, что вот эта вот магия, искусство, которое там, в общем, и кроется, она вдруг становится вот непристойно обнаженной. И что с этим делать? Ну зачем? Это надо как-то пытаться вот защититься от этого бесконечного, вот этого глобалистского такого просвечивания, таких рентгенов. вот. И с освобождением здесь другое, то есть, вот скажем, если возвращаться вот к нашему проекту, то там все-таки фокус для нас лично был для другого. То есть, мы взяли поколение, которое пришло в эту жизнь в такой страшный и тяжелый момент, потому что, в основном, честно скажу, это все дети из таких довольно, ну, семей, испытавших очень большой экономический шок во время 90-х годов. И как они, находясь в разных таких провинциальных местах, вдруг через вот эту замшелую, противную вот эту систему ДК, вдруг имели возможность соприкасаться к какой-то другой культуре, и этот опыт сделал их другим. Это об опыте их вот коммуникации с постсоветским, травматическим, вдохновляющим, очень разным. Поэтому мы сделали такой большой акцент на авторских фильмах, что вот они, собственно говоря, рассказывают о своих ДК. И как выяснилось, что эта задача вроде бы такая безумно-дурацкая, вот, вдруг она работает, потому что выясняется, что вот у ребят, которым там 23-27 лет, у каждого был свой ДК. Куда они ходили? На бальные танцы, что-то рисовали, лепили, в кружки шахмат, там, я не знаю, куда еще, но там много вариантов, да, вот, как они вот столкнулись с этой коммерциализацией, их руинированием, там, отсутствием тепла, там, или там первая библиотека, где можно было увидеть, как бы, какие-то немножко другие книги. То есть, островок вот этого постсоветского, потому что у вас, вот, мне кажется, самое прекрасное, что вот есть в этой программе, что вы задали вот этот вектор исследования вот этих ресиджус, вот этих остатков советского, которые при всей своей какой-то очень, ну, как бы, негативном эффекте обладают еще каким-то потенциалом, ну, то, о чем мы 15 лет пытаемся говорить, и, не знаю, успешно, неуспешно, и вот это освобождение, вот этого потенциала, его раскрытие, вот здесь, мне кажется, раскрытие потенциала, вот есть освобождение, какое-то очень важное, которое идет против шерсти, против времени, и плюс еще, ну да, чтобы так закончить, для нас еще очень важно было еще понять, как это может синхронизоваться вот с процессами построения социальных центров, трансформации прогрессивных больших институций, когда я там, помнишь, смеясь, говорю, а что такое гараж? Ну, такой новый тип дома культуры, это же не музей же, понятно. Да, у нас изначально была идея превратить весь гараж в одно, в ДК, да, большая ДК, но потом мы поняли, что она уже вообще функционирующая ДК. студия там сделала, тут же пришли какие-то бабушки, дедушки, все сыграли, все похлопали, там, елку провели, там, ну, много таких вот вещей, которые совершенно вот работают вот против отчуждения культуры и дистанцирования культуры. Понятно, что это было решено в очень консервативных формах, это тоже еще очень интересная тема, почему Советский Союз так настаивал на высокой культуре, почему даже вернекула, вот эта, как бы, простая культура, она все время превращалась даже в народный танец, какой-то народный танец, это же абсолютная дисциплина, то есть все абсолютно, как бы, репрессировалось и возникало какой-то вот этот вот гибрид высокой культуры, который сохранял идеал культуры, вот в чем важно, что сохранялся какая-то высокая планка, что вот мы тут в дерьме сидим, в Норильске, там, где-нибудь в городке, а вот тут в ДК какая-то высокая культура, мы там балерины, и вот это создало какой-то другой тип субъективности, отношения, к культуре и к искусству, и это дико важно. Дима, к сожалению, нам надо заканчивать, мне кажется, нам прекрасной фразой мы закончили, не знаю, если мы ответили на вопрос, когда нужен архив, но надеюсь, получилась интересная беседа, спасибо, Дима. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ